В эту холодную пору, когда столбик термометра ужасает заезжих теплолюбивых иностранцев, а на улице возникает такое ощущение, что звук замерзает, падает на землю и разбивается, так вот в это время мы особо начинаем ценить центральное отопление. Сидим себе дома, книжки вот читаем, и нет никакой головной боли, чтобы сходить, печку затопить, дровами запастись, в общем, все эти обязанности, которые сваливаются на жителей частных домов. В эту пору мы особо начинаем ценить наших ребристых друзей, батареек. Ну и в такое время года разумно сходить в то место, откуда исходит это благословенное тепло, чтобы посмотреть, как устроено его производство. Отправляемся изучать работу ТЭЦ-3. Красноярская ТЭЦ-3 – одна из трех тепловых электростанций СГК, которые отапливают Красноярск. Именно она съедает за отопительный сезон около миллиона тонн угля. Это зависит от суровости зимы. Он доставляется сюда с Бородинского разреза. Выгружают топливо на угольном складе. Это такая открытая площадка размером 230 на 208 метров. Истоки этого угольного водопада находятся вон в той части угольного склада. Там, где вагоны разгружаются, их опрокидывают. По конвейеру от этого поступает уголь сюда. Здесь высыпается и дальше бульдозерами выравнивается, отправляется вот к этой горе. Вот эта гора заснежная – это тоже уголь на самом деле, припорошенный снегом. Там под землей находятся бункеры. Не один, куда уголь всыпается. И далее под землей уже, под земным конвейером поступает непосредственно на саму ТЭЦ. Вот такая вот непростая система подачи угля. Тепло-электроцентраль, она же ТЭЦ. В самой характеристике этого типа станции содержится указание на то, что она производит. Мы привыкли считать, что ТЭЦ обеспечивает нас только теплом, но на самом деле еще и электроэнергией. Эта способность сделает ТЭЦ наиболее экономичным источником производства сразу двух видов энергии. Тепло получается как дополнительный продукт от выработки электричества. Пар, который производится в котле, приводит в движение ротор-турбины. Он, в свою очередь, соединен с турбогенератором, вырабатывающим электрическую энергию, и подогревает сетевую воду. Это турбогенератор, который вырабатывает электричество. И здесь, если говорить простым языком, есть там три цилиндра, в них стоят три ротора. В ротора, соответственно, есть лопатки, которые вращает пар. Он, в общем-то, приводит их в движение. И вот несколько вам скажу параметров про этот пар. Температура его на входе в турбину составляет 545 градусов. Давление 130 кг-силы на 1 см2. То есть, что вы представляете, квадратный сантиметр на него давит 130 кг. Ну и вот чисто обращение лопаток в турбины. Вот здесь датчик хорошо виден. 3000 оборотов в минуту. Ну вот сейчас 2999. Сумасшедшие скорости. И еще вот здесь очень шумно, если вы можете это услышать, конечно. Ну, я в цифрах не могу сказать, но поверьте, очень правда шумно. И вот берушу здесь спасают. Пойдемте в более тихое место, узнаем, как управляется все это дело. 3000 оборотов. Под турбиной находятся подогреватели сетевой воды. Они отбирают часть отработанного пара и отправляют его на подогрев той воды, которая пойдет в систему отопления. Пар и сетевая вода друг с другом не контактируют и не смешиваются. Пар вообще из системы ТЭЦ не выходит. Он двигается по кругу. Из котла в турбину и обратно. Пар, который прошел через турбину, он уже не имеет той энергии, просто говоря, простой доступом. Его нужно куда-то деть. Но он сам по себе очень дорогой. То есть мы его конденсируем, охлаждаем и отправляем обратно в котел. Но чтобы повысить процент полезного действия котла, нам необходимо эту воду в котел, которую мы охладили с пара, подогреть. И мы ее подогреваем тем же самым паром в турбине. Из шума котла турбинного цеха окунемся в тишину центрального счета управления, где несут вахту по 12 часов начальник смены станции и начальник смены электроцеха. Здесь идет управление всей станцией и принимается указание диспетчеров, определяющих, какой режим работы энергосистемы и тепловых сетей необходим для выработки тепла и электроэнергии. Раз в час, где-то без 15 минут каждого часа, нам приходит диспетчерский график. Мы смотрим этот график, задаем конкретно задание машинисту, чтобы он выдал такое-то количество мегаватт. То есть это происходит все раз в час, и как раз у нас есть время, как пройти последующий час. То есть все происходит довольно-таки быстро. Конкретная скорость изменения нагрузки по электроэнергии – это 3,6 мегаватт в минуту. Параметры тепловой энергии устанавливаются в начале каждой смены диспетчером тепловой сети Красноярской теплотранспортной компании, исходя из погодных условий и в соответствии с той температурой, что за окном, по графику, предварительно согласованному с администрацией города Красноярска. На центральном щите идет организация процесса выработки тепла и света. Непосредственно управляют энергетики котлом и турбиной в другом месте – на блочном щите управления. Отправляемся дальше, посмотрим, как выглядит котел. Мы находимся в котельном отделении котлотурбинного цеха, где, как понятно уже, из названия расположен котел. Он вырабатывает пар для турбогенератора. Ну и вот его масштабы, и несколько цифр. Он вырабатывает в час 670 тонн пара. Вы представляете, пар и тонны, где, вот какие объемы. Ну и еще, конечно же, впечатляет его высота. Вот это все – это котел. Его высота с нижней точки до верхней – 80 метров. Представляете, вот это масштабы. Да, монстр, конечно, гигантский, что не скажешь. Мы сейчас на нижнем уровне котла. И вот такие вот, ну как бы, вагонетки, скажем так, это вот, на самом деле, там мельницы, которые подготавливают уголь для подачи скопки. То есть уголь не просто так, обратно, он перемалывается в такую мелкую пыль. То есть он здесь сверху падает, там перемалывается, и дальше скрывается в скопки котла. Ну а вот колеса у них специально, чтобы их можно было на время ремонта выкатывать. В общем, вот так так. Кстати, по поводу температуры здесь вполне себе нормально, комфортно. А дар чуть-чуть чувствуется от себя, но все-таки так, не сильно. Нормально вот проходится. В окружении всех этих механизмов и агрегатов чувствуешь себя лилипутом в стране великанов. Здесь оперируют серьезными цифрами. Десятки метров, сотни тонн, киловатты и мегаватты. Еще один очень важный узел, который поражает своим масштабом не меньше, чем все остальное, это фильтр. Вот это фильтр. Чтобы вы понимали, вот это все, вот это огромное здание, это фильтр. Дело в том, что вот если мы возьмем, для примера, обычную печку, то там конструкция известна. Да, есть стопка, есть труба, и стопки дым сразу попадают в трубу. На ТЭЦ совсем все по-другому. Здесь дым, прежде чем попасть в трубу, он проходит очистку в фильтре. И вот эта вот огромная система, и вот там еще и там, это есть фильтр. И его КПД составляет 99,7. Для приготовления пара и теплоносителя воду берут из Енисея. Для этого у ТЭЦ-3 есть две береговых насосных станции. Одна станция использует подрусловую воду, которая идет в котел и в теплосеть после определенной подготовки. А вторая станция забирает воду из реки с небольшой глубины. И эта вода идет на охлаждение отработанного пара турбины. Ну вот, кстати, любопытный факт. Вот видите, вот эти вот провода висят и воды касаются. Это не просто какие-то провода, а это такой рыбоотпугиватель. Чтобы она не попадала и не гибла почем зря вот в насос, вот протянули такую систему. Там генерируется определенный такой электрический ток особый, который раздражает рыбу. Она, соответственно, не подплывает близко. И, в общем, там спокойно в реке пасется, так сказать. Все ради природы. Но прежде чем отправить воду в котел и теплосеть, ее подготавливают в химическом цехе. Снижает жесткость и приводит к определенным параметрам. Зачем? Все, я думаю, помнят, что со временем происходит с обычным чайником. Там образуется накипь. Если в чайнике это не так страшно, то в системе ТЭЦ, где огромная температура и давление, такая накипь до добра не доведет. Здесь у нас будут отложения. Это будут местные перегревы труб, это будут свищи, это будут порывы. То есть именно для этого мы нормируем определенные показатели. Такие там поджесткость, щелочность, ПАЖ, кислород. Ну, самый страшный враг для нас, наверное, кислород. Потому что он вызывает коррозию труб и съедает металл. В разных цехах на станции есть пробоотборные точки, где химики берут на разных этапах производства образцы воды и контролируют на соответствии всем параметрам. Вода, которая пойдет в теплосеть для восполнения расхода на горячее водоснабжение, не путать с водой теплосети, также требует серьезной подготовки, так как, согласно СанПину, она должна соответствовать параметрам питьевой воды. Доработка качества этой воды также происходит здесь, в химическом цехе. КЭЦ-3 обслуживает в данном случае Советский район и часть Центрального. И вот эти вот районы, эти домохозяйства потребляют нечастно. Ну, в данный момент, допустим, сейчас обед где-то 7500 тонн воды в час. Обратно возвращается меньше, в данном случае 7000 тонн. То есть теряется вода, когда мы корне открываем, она уходит. И здесь это восполняет, добавляет и отправляет дачу в эту систему. Самое тихое место на станции, за исключением счетов управления, вот это помещение. По своей чистоте и странному виду агрегатов напоминает какую-то комбинацию космического корабля и операционной. На самом деле это помещение закрытого распределительного устройства. Это оборудование служит для передач выработанной электроэнергии далее на линии электропередач. Его особенность в том, что данное распредустройство закрытого типа и в нем в качестве изолятора используется элегаз. Это бесцветный, без запаха, негорючий, неизрывоопасный газ, у которого большая диэлектрическая прочность, способность выдержать электрические разряды. Применение элегаза позволило, во-первых, уменьшить размеры распределительного устройства. В открытом типе она занимала бы половину футбольного поля. А во-вторых, это более безопасно. Напряжение в этих трубах отличается от напряжения в наших розетках тысячу раз и составляет 220 кВ. Открытое распределительное устройство, расстояние при, согласно норму правил, при 220 кВ, это не менее двух метров от шин. Значит, в данной ситуации элегаз закачан, вот в 20 сантиметров от моей руки находится та самая шина, которая имеет напряжение 220 кВ, которая сейчас находится в работе. То есть, если бы это было обычное, то мы бы... Да, мы ближе, чем на два метра мы подошли, подойти уже бы не смогли. То есть, это было бы опасно для жизни. Входящая в группу СГК Красноярская ТЭЦ-3, как и другие станции, вырабатывает электроэнергию, которая вливается в общую энергосистему Сибири. А тепло и горячая вода через километры тепловых сетей поступает непосредственно в дома красноярцев.